Кроме того, я хочу подчеркнуть, эти два года вскармливания, согласно Кабалея, и это всё описано на протяжении сотен страниц в кабалистической литературе, в серьёзной академической кабалистической литературе, это передача ребёнку тех элементов, тех ферментов, тех гормонов, тех вообще основ его организма, которые мать не может ему передать в течение девяти месяцев внутриутробного развития. То есть это не просто так кормить грудью и не просто так давать ему молоко или какой-то заменитель, это как он развивается внутриутробно девять месяцев, так должен ещё два года развиваться от вскармливания с молоком. То есть Кабала описывает это, как все вот эти эффекты, которые происходят в матке, они поднимаются и превращаются из крови в молоко, затем ребёнок их потребляет и снова из молока это обращается в его кровь, со всеми необходимыми внутренними информационными данными. И из этого строится, в общем-то, человечек. А если мы прекращаем его кормить и даём ему вместо этого там матерну или всевозможные заменители, другие, то при этом он лишается элементов, о которых мы даже не подозреваем, что их не хватает у ребёнка. И поэтому мы впоследствии, может быть, видим плохое поведение, страшные всевозможные проблемы, люди становятся какими-то, ну, со всевозможными уклонами. И это всё, я думаю, является в основном именно недополученными от матери этими элементами в течение двухлетнего питания.